Здравствуйте! Цифровой микроскоп это современный оптический прибор, позволяющий исследовать микромир с помощью ноутбука или компьютера. Через USB кабель микроскоп выводит изображение на монитор в режиме реального времени. Микроскоп может записывать видео и делать фото непосредственно в процессе работы. Он дает увеличение в диапазоне от 50 до 500 крат. Фокусировка осуществляется вручную, регулятор размечен в центре корпуса. Для направленного освещения используется встроенная светодиодная подсветка. Она расположена вокруг линзы объектива и состоит из 8 ярких светодиодов. Подсветка работает только при подключенном USB кабеле. Также ее яркость можно регулировать регулятором, который расположен на самом кабеле. Также в комплекте идет штатив, который позволяет регулировать угол наклона микроскопа. Угол вращения в столе 360 градусов. Основание штатива изготовлено из металла, что смещает центр тяжести вниз и приведет к конструкции дополнительную устойчивость. Вы можете закрепить микроскоп на штативе или использовать его отдельно. Заточку бы показывать на примере ножа Spider Comanix 2 с порошковой сталью Carpenter CTS Maxomet с твердостью порядка 68 единиц по рупиву. Особенность данной стали является высокое содержание углерода это 2,15% и высокое содержание волеформа порядка 10%. Также данная сталь имеет уникальные свойства потвердости и износостойкости. Сейчас вы можете увидеть, как она оставляет следы на стекле. Сейчас в микроскоп под увеличением вы видите состояние ножа до заточки. Присутствуют множественные сковы, а также нож затуплен об бутылку. Для заточки мы будем использовать алмазные камни Веневского завода и начнем с камня 100 на 80. Сейчас отчетливо видны довольно крупные риски, но для обдирочных работ можно использовать и более грубые камни. Перевернули брусок на сторону 50 на 40 и сейчас будем уменьшать риску. Риск стал меньше, но все еще довольно крупная. Перейдем на алмазный камень 2014. На камне 2014 на подводе появляется небольшой блеск, хоть он весь покрыт рисками. Переходим на алмазный камень 75 на ОСБ-связке. Камень 75 работает заметно мягче. Подвод стал значительно чище, но риск все еще присутствует. Перешли на сторону 32 и продолжаем работу. После камня 3.2 можно было бы и остановиться, но мы покажем вам другие виды абразивов. Переходим на камень Баррайт Писи 1200. Баррайт Писи из оксида алюминия и работает с маслом. Остатки масла вы можете видеть на подводе. Завершающим этапом у нас будет Arkansas Black с белой пастой Luxor. Вот результат после работы Arkansas. Просматривается матовый подвод и чистая режущая кромка. Сейчас пройдем полировку алмазными пастами. Начнем с пасты 75 и дубового бланка. После работы пастами уже появился блеск, но после пасты 75 видна грубая риска. И сейчас еще финишируем алмазной пастой 3.2, также на дубовом бланке. Получили довольно чистый и блестящий подвод. Можно продолжить дальше. Предела совершенства нет, но мы на этом остановимся. Слева вы можете посмотреть результат до заточки, а справа то, что у нас получилось после заточки. Мы заточили нож, прошлись алмазными пастами и результат вы можете наблюдать. Итак, с помощью данного электронного микроскопа вы смогли увидеть результат после каждого этапа заточки. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы микроскопом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok